Всем привет, с вами я Метатрон. Да-да-да, X-Star SP1, зарядка, которая умеет заряжать 4,35 Вольта литий. Причем без малого двумя амперами, что я вам доложу, немало. Поддерживает вот все, что только возможно поддерживать. Может быть использовано в качестве повербанка для вашего любимого телефона, планшета, что там, кто у кого что. Кто Android любит, кто iPhone любит, iOS, но и те и другие любят заряжать свои смартфоны. В этом вам это зарядное устройство поможет. Оно еще плюс как повербанк может работать. Посмотрим комплектацию, инструкция, гарантийник, инструкция, долой, прочь, батареечка. Это отдельная история, это для тестов. Вот это, вот эта вещь, это очень хорошая вещь, что она есть. Все уже догадались, это в прикуриватель и вперед в зарядное устройство. То есть в вашем автомобиле сможете заряжать аккумуляторы на выезде, где угодно. А учитывая то, что устройство может работать двумя амперами, то вообще шикарно. Быстро и хорошо сможете подзарядить севший аккумулятор. Ну, конечно, если они у вас могут 2 ампера кушать, а если только что-то меньше, то переживать не стоит. Но обо всем по порядке. Хорошо, что вложено. Не каждая фирма вкладывает автомобильный переходник, который в прикуриватель втыкается. Дальше. Из этих же плюсов хочу отметить, что блок питания самый обычный. На 12 вольт, 1 ампер. То есть сможете всегда найти замену. Это во-первых. Во-вторых, сможете всегда заряжаться от любого аккумулятора автомобильного и не только. Включаем блок питания. Также имеется индикатор на нем. Но это так, мелочи. Для кого-то может быть важно в темноте, чтобы найти и выключить. Само устройство. Само устройство. Само устройство. Само устройство. Печати стали ставить. Точнее, пломбы X-Star на свои устройства. Такие вот, чтобы их не вскрывали лишний раз. Но я не думаю, что там что-то настолько интересное. Или мы увидим какие-то скрытые тайны X-Star. Как обычно, здесь все добротно и хорошо выполнено. Металлическое шасси имеется. Смотрите. Кому-то не нравится звук. Но я уж не знаю тому, что они придираются. Не знаю. Хотя, сам начну с минусов. Что не понравилось мне. Здесь, во-первых, идет переключатель. Ну и хорошо. Идет и идет. Но, вы смотрите. Хорошо бы было, если было бы здесь написано реальное напряжение, а не номинальное. То есть, 3,6 В здесь написано. Это у нас 4,2 В. А 3,2 В это у нас 3,6 В. Это для лифи-пошек. А 3,8 В это для нового поколения батарей, которые 4,35 В заряжают. Ну, небольшой минус. Но, имеется. Возможно, закрасят. Возможно, будут в каких-нибудь партиях писать 4,35-4,2. Потому что у X-Star такое бывает. Прислушиваются, в общем, к мнению покупателей. И бывает, что вот такие мелочи не исправляют. Но, конечно же. 12 В. Везде мои любимые 12 В. И выход USB. 5 В, 1 А. Powerbank, Powerbank. Давайте включим. Что тянуть кота за хвост. При включении мы видим, как моргает одна лампочка. Вот так вот. Моргает, моргает. Если у нас здесь батарея, она несколько раз моргает. И потом начинается заряд. А что это моргает? А смотрите, что это моргает. Видите, индикатор. Написано 1 А. Это что, 1 А? Первым, что ли, будет заряжать? Да, но только позже. В начале показывает оно то, для какого типа батареи выбрано. Видите, внизу написано 3,6 В. То есть, это для обычного лития. Если мы переключим в 3,8 В, то будет моргать лампочка 3,8. Ну и, соответственно, лифи-пошки. Сейчас у нас аккумулятор 4,35 в наличии имеется. Я его уже протестировал. Зарядное устройство справляется. Смотрите, поморгал, поморгал и включился 0,5 А. Всегда включается минимальный заряд. Что бы вы ни делали, всегда будет минимальный заряд. Потому что устройство не знает, что за аккумулятор. Емкий, не емкий, какой. И лучше пускай он 0,5 А заряжает. Если вы забыли, скажем, устройство выключить. Чем вы вставите аккумулятор, а он запомнит крайнее положение в 2 А. И когда с 2 А. А у вас какой-нибудь там старенький, я не знаю, ультрафайр вообще, там, 5-летней давности. И что с ним будет? Ну, ничего хорошего не будет. Поэтому не мучайте зря аккумуляторы. Если ваши аккумуляторы могут 2 А кушать, то, пожалуйста, можете поставить 2 А. Если вы не сомневаетесь, что они у вас могут вообще что-то кушать, даже там 1 А, то ставьте 0,5 А. Так вы хотя бы не навредите ни себе, ни аккумулятору. Ну и плюс индикатор заряда, конечно же. Он тоже имеет несколько градаций. Так, как же он там работает? Он моргает. Ох, вылетел из головы. Ну, в общем, зеленый, когда заряженный, это все логично. Тут все понятно. Да и ладно, черт с ним. Мелочь. Мелочь, а приятно. Само зарядное устройство. Давайте посмотрим. Твинь, твинь, твинь. Да. Обратите внимание на то, как хорошо выполнено охлаждение. И задумайтесь, почему. Вначале я тоже не понял. Думаю, зачем так много напилили дырочек и здесь, и здесь. А потом, когда поставил заряжаться на 2 А, я понял, зачем они их сделали. Устройство начинает немного греться. Собственно, на этом для меня минусы заканчивают. То есть, оно греется, но не означает, что это плохо. Оно греется в пределах своей нормы, на которой рассчитано. Но я как привередливо для меня уже, а, что-то греется, уже как-то, что-то мне не нравится. Почему греется? Но оно греется, заметьте, не так, что, а, горячо, а так вот, о, кажется, греется. При одном ампере вообще все нормально. Никаких нареканий не вызывает. Аккумуляторы 4,35 Вольта заряжает отлично. По поводу того, показывать вам, как он заряжает 4,35 или нет, вы напишите в комментариях. Я могу специально для вас сделать отдельно тест. Те, кто верит на слово Метатронычу, можете не просить, тесты тогда не буду делать. Те, кто хочет все-таки теста, ну, пишите, хотим тесты, там, лайк, лепите, и тогда будет тест без проблем. Так, 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 что еще, что еще, что еще, что еще. Ну, можно вот, как вы видите, здесь есть пропил, можно вставлять большие аккумуляторы, да, вот, из серии 20 или там, широкие, в общем, можно будет их достать легко. Потому что если бы не было, то приходилось бы зацикливаться. Вот это плюс, что есть такая фишечка. Далее, что у нас? Далее, 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 далее. Да, давайте я вам покажу их в семейном портрете зарядки X-Star. Вот, скажем, легенда в свое время была и сейчас очень хорошая. X-Star VP2. Она тоже имеет функцию Powerbank. И, собственно, после пошли уже все X-Star с функцией Powerbank. Это классно, это вообще классно. Почему другие так не хотят делать? Либо делают как-то коряво, я не знаю. Вот насчет зарядок таких, что взял и пользуйся. X-Star здесь рулит и педалит очень-очень неплохо. VP2, да? В сравнении. Все познается в сравнении, как говорится. Для путешествия, конечно, такой вот вообще удобненький. 2 ампера, блин, быстро зарядил, если аккумулятор нормальный. Так, и давайте XP4 сравним. Вот, папаша самый главный пришел. Хе-хе-хе, семейство. Вот такое вот семейство X-Star. А теперь давайте вкратце. Смотрите, это у нас идет устройство для таких более продвинутых пользователей. Почему я так говорю более продвинутых? Ну, потому что здесь придется переключать, вот, режимчики переключать. И не ошибиться желательно. Иначе, ну, не надо ошибаться, друзья. Ну, иначе ничего плохого может-то и не быть, конечно. Но ошибаться не надо. Здесь у нас VP2. Ну, VP2, ничего тут тоже, ничего страшного нет. Она у нас 0,5 ампера или 1 ампер. Либо переключаем и от USB начинаем работать. Все они тоже от 12 вольт. XP4 вообще исключительный вариант. Здесь, ну, просто сказка. Как никель-металл-гидрид, так и литий. Все что угодно. Засовываем. И одна кнопочка. Максимально 1 ампер. То есть, для человека, у которого нет никакой зарядки, XP4 это брать сразу. Не задумываясь. Если он собирается и литий использовать, еще что-то. XP4 хватит. Но вот VP2 очень мне в свое время нравился и нравится сейчас. Но вот имея такую зарядочку, я бы в путешествие взял ее, нежели. ВП2. Потому что я любитель одноэлементных фонарей, устройств. И мне достаточно одного элемента. Лучше пускай он 2 амперами зарядится по-быстрому. Чем я буду 1 ампером долго лить. Хотя тоже неплохо. Ну и вот, собственно, сам SP1. Малыш. Как он есть. Придраться не к чему. Могу показать его с ML102. ML102, который заряжает от USB. И сам же потом и отдает. То есть, пауэрбанк и зарядка. Но вы понимаете, что одно дело 12 вольт, когда вы сможете от любого аккумулятора запитаться. И второе дело, где вам искать эти 5 вольт. Грубо говоря, вот X-Star может подключаться к вот этому устройству и заряжать здесь аккумулятор. Разряжая свой аккумулятор. Отец. Че там говорить. Ну, это народная ML102. Тоже прикольная, маленькая. Для кого-то может быть достаточно. Тоже за глаза. Но мы сейчас говорим об SP1. А это значит, если вы смотрите это видео, значит у вас есть новомодные аккумуляторы. 4,35 вольта. Наподобие таких вот. И вам хочется, чтобы вы могли заряжать их по полной и пользоваться на полную катушку. А для этого SP1 подходит как нельзя лучше. Кстати, смотрим сюда. Незащищенный аккумулятор. Нажимаем. Пык. Зелененькое. Включаем USB. И начинаем что-либо заряжать. И тут возникает вопрос. Стоп. Аккумулятор-то не защищенный. Он же его просадит в ноль. Нужно следить. А нет. SP1 умеет сам автоматически отключать. Независимо от того, сколько там на аккумуляторе. То есть, если платы защиты нет, SP1 отключится. А если аккумулятор с платой защиты, то плата защиты просто не будет. Просто отключит аккумулятор и не даст ему разрядиться. Ну и как я уже сказал, не помню или не говорил, умение восстанавливать аккумуляторы умершие, скажем, которые разрядились сильно. Не то, что восстанавливать. Вон он вообще дохлый, он его восстановил. Нет. Бывает так, что не уследил, аккумулятор просел ниже номинального значения и начинается шаманство с бубном. Аккумулятор вроде бы целый. Как поднять напряжение? Страшно, боязно, не знаем, что куда. А здесь все просто включил. Он сам автоматически все сделал. Тоже удобно. Удобно и приятно. Собственно, что могу ли я рекомендовать это устройство? Как ни странно, могу. Те недостатки, которые я указал, которые мне не понравились, ну, они и есть, но это дело вкуса. Видимо, Properlites специально присылают мне зарядное устройство, которым мне очень сложно придраться. А потом сидят и тихо потирают руки. Ха-ха-ха. Вот мы метатроночно накололи. Ну что ж, и в этот раз ребятам это удалось. Огромное им спасибо. Напомню, что для тех, кто решит покупать зарядные устройства, либо аккумуляторы в этом замечательном магазине, существует скидка по промокоду IMMETATRON. Укажите, что вы пришли с видео от IMMETATRON, и вам будет скидка. Все написано в описании. Разворачивайте и смотрите. Вопящие что? О, какого черта ты прорекламировал этот магазин? Они тебе заплатили. Нет, друзья, они мне ничего не заплатили, и эта зарядка отправится к ним обратно в магазин. Так что на этом все. Кому нравится, ставьте лайк. Кому не нравится, не ставьте лайк. И еще маленькое-маленькое дополнение. Кто хочет увидеть тесты устройства с 4,35 вольт аккумулятором, как он его заряжает, до скольки вольт, пишите об этом в комментариях. Специально для вас отсниму. Только пишите поскорее. Потому что в скором времени зарядка отправится назад своим хозяевам. А им огромное спасибо, что в наших руках с вами побывало такое устройство, и мы смогли поощупать, попробовать, поуправлять, как, чего, здесь, куда. Ну, в общем-то, ничего сложного. Примерно так же, как управлять межконтинентальной ракетой. Вот, смотрите. Заряжаете модуль. Вот так вот здесь проверяете. Все, закрылки на 16, элероны на 8, и вперед. Подписывайся на канал Метатрона, ставь лайк, не пропусти новой серии. Субтитры сделал DimaTorzok